Фракталы на рынке обычно воспринимаются как простой инструмент. Это отметка, показывающая, где цена достигла локального пика или дна. В учебниках их представляют как сигналы разворота, но в реальности это часто обычный шум. Однако, если посмотреть глубже, фракталы могут раскрыть новый уровень понимания ликвидности. Давайте рассмотрим их через призму анализа данных. Всем привет, с вами снова Евгений. Фрактал это момент, когда цена остановилась и сменила направление. Если таких моментов много в одной зоне, с высокой долей вероятности это не просто совпадение. Говорит о том, что рынок неоднократно считал эту цену важной. Здесь на помощь приходит статистика и методы машинного обучения. Мы можем группировать эти точки, находить области их скопления и создавать карту скрытых уровней спроса и предложения. Идея в том, что фракталы это узлы ликвидности. Не просто стрелки на графике, а естественные ориентиры для построения структуры рынка. Обычно трейдеры рисуют уровни вручную, берут круглые цифры или ориентируются на прошлые максимумы и минимумы. Но это субъективно. Рынок не обязан следовать нашим линиям. С помощью группировки мы убираем эту субъективность и выделяем уровни, которые рынок сам признал значимыми. Как это работает? Берем фракталы за 5,5 лет, как это сделал я, ну или любой другой период. Применяем метод группировки, который автоматически выявляет, где точки чаще всего скапливаются, не требуя заранее задавать их количество. На выходе получаем зоны, где цена многократно испытывала сопротивление, ну или поддержку. Это уже похоже на настоящую карту ликвидности. А теперь подробнее о методе, который мы используем для группировки. Optics – Ordering Points to Identify the Clustering Structure. Это подход, основанный на плотности точек. Он был разработан достаточно давно, но остается актуальным благодаря своей гибкости. Его суть в том, что он анализирует, насколько близко расположены фракталы, и выделяет группы там, где их плотность выше. Главное преимущество – он не требует заранее задавать количество зон, а сам подстраиваться под данные. Это важно для рынка, где плотность точек может меняться в спокойные периоды, а на ниже, а на волатильные – очевидно выше. Сравним с другими методами. Есть простые способы, такие как K-Means, где нужно заранее указывать количество групп или кластеров, но они плохо подходят, если данные неоднородны. Рынок очень хаотичен, и угадать число зон практически невозможно. K-Means либо раздробит важные уровни на куски, либо сольет разные зоны в одну, что нам не подходит. Другой популярный метод – это DBSCAM. Он тоже работает с плотностью, но с фиксированными настройками. Нужен радиус окрестностей и минимальное число точек, что может привести к пропуску некоторых зон или их слияния. Наш подход решает эти проблемы, позволяя видеть кластеры на разных уровнях плотности, как будто строит иерархию, но без лишней сложности. Еще он хорошо справляется с шумом, случайными спесками, цены, которые не имеют значения, и оставляет их за пределами групп. Мы настраиваем его так, чтобы минимальное количество точек для группы было небольшим, а уровень плотности подстраивался под данные, а именно 3,05 соответствия. Это делает анализ более естественным и подходящим для ценовых движений. Двигаемся дальше. Прокталы появляются на разных масштабах времени. На больших интервалах, например, день – это широкие зоны. На маленьких, таких как час, мелкие колебания внутри этих зон. Если объединить эти данные, можно создать показатель, отражающий, насколько активна ликвидность. Например, на большом масштабе у нас всего несколько ключевых зон, а на маленьком много точек, сгруппированных вокруг одной из этих зон. Это говорит о том, что на большом уровне рынок стабилен, а внутри дня идет борьба, где собирается ликвидность. Такие моменты могут предвещать резкие движения, рынок становится перегруженным. Это похоже на индикатор перегретости, но без сложных формул, только на основе поведения цены. Возникает идея. А что если строить торговую стратегию не по равномерным шагам, как делают сеточные боты, а именно по этим зонам? Представьте, вместо одинаковых интервалах ордер оставится там, где цена уже многократно останавливалась. В спокойный период это помогает зарабатывать на откатах, в тренде добавлять позиции, пробивая реальные уровни. Это не слепое увеличение ставок, а адаптивная структура, учитывающая поведение рынка. Конечно же есть и сложности. На маленьких интервалах фракталы часто оказываются шумными. Цена может сделать случайный скачок, который ничего не значит. Поэтому нужен фильтр. Можно учитывать только те точки, где это подтверждается активностью, или игнорировать те, что слишком близко к другим. Так мы переходим от идеи, что каждая точка – это уровень, к тому, что уровень появляется только там, где рынок статистически подтвердил его важность. Визуализация здесь играет большую роль. Если отобразить плотность фракталов на графике, можно увидеть яркие зоны, места, где цена многократно разворачивается. Сравнивая эти зоны с моментами роста, активности или волатильности, можно проверить их точность. И часто они совпадают удивительно хорошо. Что мы получаем? Во-первых, новый взгляд на инструмент, который многие считают бесполезным. Во-вторых, автоматизированный способ находить уровни без ручного труда. В-третьих, основу для адаптивных торговых систем, будь то сеточные стратегии, фильтры или управление рисками. По сути, мы превращаем фракталы из простого индикатора в инструмент анализа ликвидности. Это переход от классического анализа к методам обработки данных. И, на мой взгляд, будущее трейдинга именно в этом направлении. Теперь разберем, как это реализовано. Процесс делится на несколько шагов. Сначала загружаются данные за разный периодом. Большие и маленькие интервалы. Время приводится к единому формату, проверяется на ошибки и если что-то не удалось обработать, это отмечается. Удаляются проблемные участки и мы начинаем работать с ценами закрытия. Далее ищем фракталы. Для этого просматриваем цены на больших интервалах, определяя, где они достигают локальных пиков или дна в небольшом окне. Это дает нам ключевые точки для дальнейшего анализа. Затем переходим к маленьким интервалам. Берем зоны вокруг найденных прокалов на больших интервалах, скажем, плюс-минус несколько часов. В этих зонах ищем дополнительные точки разворота, чтобы детализировать картину. И если таких точек нет, пропускаем участок. Итог – список значимых моментов на маленьких интервалах, где удаляются повторения. Следующий шаг – группировка или кластеризация. И если есть достаточно точек, применяем Optix. Он анализирует, как плотно расположены цены. И выделяет группы. Если точек мало, просто отмечаем это. Последний шаг – создание изображения. Рисуем линию, показывающую движение цены на маленьких интервалах. Добавляем отметки для ключевых точек на больших интервалах, чтобы показать контекст. Отмечаем значимые точки на маленьких интервалах отдельными символами. Если есть группы – закрашиваем зоны разными цветами и проводим линии, показывающие средний уровень этих зон. Добавляем в заголовок подписи осей, пояснение и сетку для удобства. Это дает наглядную картину для анализа. Теперь посмотрим на наш график. Он охватывает несколько лет. Линия показывает движение цены на часовом интервале с подъемами, падениями и периодами затишья. Отметки на дневном фрейме редкие, указывают на значимые повороты, например, рост в начале периода или спад в середине. Значимые точки на часовике разбросаны по разным уровням цены. Зоны групп отображаются горизонтальными полосами разных цветов. Верхняя – около максимума, нижняя – около минимума и несколько между ними с указанием средних значений. Например, в середине периода цена падает через эти зоны, пробивая их, что может быть признаком тренда. В конце – отскоки от нижних зон, что намекает на стабилизацию или разворот. Как анализировать? Смотрим на плотность, где больше точек. Там сильнее ликвидность и цена скорее отскочит. Если цена пробивает зону с заметной активностью, это сигнал тренда, когда зона многократно тестируется, она действует как поддержка или сопротивление. Для торговли входите на отскоках от этих зон, ставя стопы за их пределами. Это дает объективную основу, лучше случайных линий. Чтобы углубить анализ, мы расширили подход, добавив в реализацию расчет индикатора волатильности, АТР или средняя истинная диапазона. Это показывает, насколько сильно колебалась цена в среднем за определенное количество периодов, помогая понять моменты повышенной активности рынка. Кроме того, для сравнения мы строим уровни, основанные на классических пропорциях, уровни Fibonacci, вычисляем их от глобального максимума и минимума ключевых точек. Это дает дополнительные горизонтальные ориентиры, которые можно наложить на наши зоны. В визуализации мы также включаем эти элементы. Теперь давайте посмотрим на обновленный график с этими дополнениями. Он сохраняет все элементы предыдущего, но теперь с оранжевыми сплошными линиями для классических пропорций и нижним подграфиком в красном цвете для индикатора волатильности. Уровни на основе пропорций проходят через график, совпадая с некоторыми зонами групп. Например, около середины диапазона, что подтверждает их роль как потенциальных уровней поддержки или сопротивления. Но не все зоны групп идеально совпадают с этими линиями. Что показывает преимущество нашего метода. Он выявляет уникальные области, основанные на реальном скоплении точек, а не на фиксированных коэффициентах. Индикатор волатильности показывает пики в моменты резких движений, например, во время спада в середине периода или подъема в конце. Высокие значения совпадают с пробоями зон групп, подчеркивая, что эти уровни часто провоцируют всплески активности. Низкие значения периода затишья, когда цена колеблется в узких зонах, подтверждают их как области консолидации. Это дополнение усиливает анализ. Используйте индикатор волатильности, чтобы фильтровать сигналы, входите в моменты роста активности. Сравнение с классическими уровнями помогает увидеть, где рынок следует шаблонам, а где проявляет уникальность. В итоге комбинация дает еще более объективную картину для трейдинга. Однако есть момент, который вызывает беспокойство на последнем графике. Цена пробила нижний кластер и ушла значительно ниже, где кластеров больше нет. Но есть уровни Fibonacci. Это указывает на ограничения нашего подхода. Метод Optic строит кластеры только на основе плотности фракталов доступных данных. Если ниже этого кластера не было достаточно скопления и разворотов, алгоритм не создал зон, оставив эту область без внимания. В то же время уровни Fibonacci, основанные на глобальных максимумах и минимумах, продолжают простираться дальше и могли бы сигнализировать о поддержке, например, на уровне 0.95. Этот пробой стал фатальным моментом для торговли, если позиции были открыты без учета риска ниже кластера. Отсутствие кластеров создало иллюзии, что падение ограничено этим уровнем. И чтобы избежать таких ситуаций, можно расширить данные для анализа, включив более длинный исторический период, или данные других активов, чтобы выявить потенциальные уровни ниже. Комбинируйте уровни Fibonacci как фильтр. Если цена близко к нижнему кластеру и рядом уровень Fibonacci, считайте это сигналом повышенного риска и устанавливайте стопы ниже. Используйте индикатор волатильности. Рост АТР перед пробоем может предупреждать о сильном движении. Регулярно обновляйте анализ новыми данными и усиливайте риск менеджмент, ставя стопы за значимыми уровнями Fibonacci или историческими минимумами, даже без кластеров. На графике падение ниже последнего кластера могло быть смягчено, если бы уровень Fibonacci 100%, например 0.95, использовался как цель для выхода или хеджа, а рост АТР как сигнал к осторожности. В терминале я установил эти кластеры обычными линиями, центральной и сверху и снизу. Если посмотреть на историю глубже, то по идее у нас должно быть еще несколько зон, но пока все торги у нас идут внутри рассчитанных нами уровней, поэтому можно не забивать этим голову, во всяком случае пока что. Зоны, которые мы находим, это не просто линии на графике, а своего рода памятные места. Цена много раз приходила в эти точки и отскакивала. Каждый такой фрактал это след коллективного действия, где спрос и предложение сошлись. Когда этих следов много в одной области, это говорит нам, что рынок запомнил эту цену как важную. Это напрямую связано с психологией толпы. Трейдеры люди и они склонны следовать за большинством. Когда цена подходит к такой запомненной зоне, многие видят это и начинают действовать по одному и тому же сценарию. Ставить ордера на покупку у поддержки или ставить на продажу у сопротивления. Это создает самоисполняющееся пророчество. Чем больше людей верят, что уровень сработает, тем больше они ставят туда денег, тем сильнее становится сам уровень. Наш метод просто находит места, где этот эффект толпы проявляется чаще всего. И наконец за всем этим стоят две основные эмоции. Это страх и жадность. Уровни сопротивления это места, где жадность трейдеров, получивших прибыль, сменяется страхом ее потерять и они начинают продавать. Уровни поддержки это места, где страх упущенной выгоды заставляет людей покупать. А пробой такой зоны это момент, когда эти эмоции достигают пика и начинается эффект домино со срабатыванием стоп-ордеров. Что и приводит к резким движениям. Таким образом мы видим, что наш метод это не просто математика. Это способ заглянуть в коллективное сознание рынка и увидеть, где именно страх и жадность создают реальные, а не выдуманные. Если тема была для вас интересна, подписывайтесь, ставьте колокольчик и увидимся в следующем видео.